Добрый день. Большой череде знаковых мероприятий, которые мы проводим в связи с столетиям образования СССР, сегодняшний день стоит особо. Сегодня мы проводим колонном зале, главном зале страны, торжественный вечер, посвященный этой славной дате, столет Союза Советских Централистических Республик, нашей общей Родины, когда она была самой умной, самой храброй, самой космической и самой победной. Я вас всех поздравляю с этим славным праздником. Там прибудет тысяча гостей, в том числе приглашено и руководство нашей страны и правительства, Совета Федерации и Думы, приглашены лидеры фракций. Многие подтвердили, что с удовольствием примут это участие. Там будет и большая концертная программа, которая нам даст великолепный ансамбль имени Александрова с боями прошедшей все годы войны и последнее время не просто уцелевшей, но и значительно окрепшей. Сама программа вечера предполагает участие в ней наших друзей из братских республик. Будут представлены все братские республики, и Белоруссия, и Украина, и Молдавия, и Закавказья, и Средняя Азия. Там будут представлены все наши партийные организации. Будет прямая трансляция по красной линии интернет на всю планету. Те, кто приезжал недавно на Кубу и проводил встречу левых рабочих коммунистических партий, их было почти 90, тоже будут участвовать в этом историческом действии. Мы его предварили в июле месяц, когда провели большой праздник, праздник дружбы народов. Его проводили на гостеприимной земле Татарстана и Чувашии. Приезжало туда 15 тысяч представителей со всей страны, все народные хоры. У нас есть на сайте фильм, посвященный этой славной дате. Мы особо отмечаем этот праздник в силу того, что Великий Октябрь и Ленинская модернизация спасли нашу государство. Я считаю, те, кто это не понимают, во-первых, они невежественные люди, а во-вторых, они не сознают, прежде всего, что они говорят на русском языке, пишут на русской мове, и поклоняются нашей великой истории только потому, что тогда советская власть одержала победу. Царское правительство, по сути дела, спалило Российскую империю в Первой мировой войне. Никакого смысла влазить в эту мясорубку и в эту бойню за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка нам не было. Сгорело в той войне четыре империи. Российская, Германская, Австро-Венгерская, Таманская. Подчеркиваю, и только благодаря гению Ленину советской власти и качественной иной политике нам удалось собрать распавшуюся на 20 кусков империю и возродить в новой форме, форме СССР. В основе ее лежали не имперские амбиции, а лежал труд, справедливость, дружба народов, гуманизм, классное образование и уникальные социальные завоевания. Был взвешлен подвиг созидания, который позволил распавшуюся полумертвую империю поднять к высокому победе в мае 1945-го и космическим далем, который открыл Юрий Алексей Гагарин, русский советский офицер, заявив тем самым, что СССР является лучшей индустриальной и военно-политической державой. После этого бессмертного полета Никсон, прилетевший в Москву, сказал, СССР является сверхдержавой. Мы вот признаем только силу умных, уважаемых людей. После этого сел за стол переговоры и стали сокращать ракетно-ядерное оружие и отменять испытания ядерного оружия в различных сферах. Мы особо подчеркиваем человеческие заслуги Великого Октября из советской страны. Все, что сделала Ленинско-Сталин скандализация, можно называть одним словом «первые». Впервые на весь мир прозвучало требование Ленина «Мира без аннексий и контрибуций». Никогда в истории человечества никто не предлагал такого мира. Впервые была гарантирована каждому человеку, гражданину, бесплатное образование, медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск, а женщине – трехлетный декретный отпуск с правом сохранения ее рабочего места. Никогда простые люди не имели таких преимуществ. Да и смысл советской власти заключался в том, что она впервые в истории представляла большинство рабочих, крестьян, учителей, интеллигентов, военных и ученых. Она представляла цвет, соль земли российской и земли нашей. Именно эти люди творят сегодня чудеса и провоздают самые славные традиции, которые были заложены тысячелетней российской цивилизацией и столетней советской эпохой. Мы считаем, что уклонение «Единой России» от рассмотрения нашего заявления мы уносили для того, чтобы было официально принято решение о праздновании этой исторической даты. Большой стратегической ошибкой, потому что те, кто говорят о сплочении наций на фоне, когда нам объявлена новая война с англосаксами и натовцами, те, кто заявляют о том, что надо мобилизовать все силы, не понимают, что любая мобилизация, любое сплочение требует соответствующего фундамента идеологии. Идеология дружбы, патриотизма в состоянии справиться. А советская власть предложила объединить русский мир, советские идеалы и социалистический патриотизм, что и дало нашу победу в мае 1945. Мне, думаю, это очень важно понять, почему мы продолжаем эти славные традиции. А мы их продолжаем, потому что даже после 1945 года, когда у нас было разрушено 1700 городов и десятки тысяч сел, нам первым удалось восстановить порушенное хозяйство в Европе и в мире. Нам удалось первым произвести те изделия, которые сегодня служат, когда заявляют о том, что мы сильные и мощные. Но весь фундамент, который сегодня кормит правительство Мишустина и поддерживает президента Путина, на четыре пятых заложен в великую советскую эпоху. И дома, и электростанции, и заводы, и производство, и наука, именно это служит сегодня, и именно на это, опираясь, можно снова победить. Наша партия продолжает эти славные традиции. Мы с достоинством встречаем этот юбилей. Мы имеем сильную партию и Леопатриотический союз и благодарим своих союзников, которые вместе с нами прекрасно работают в Думе. 11 тысяч депутатов продолжают советские традиции. Мы благодарим первичные организации и наших союзников по линии союза Компартии, которые верой и правдой служат дружбе народов и помогают нам бороться с нацизмом, фашизмом на лидной Украине. И мы все сделаем, чтобы ее освободить от англосаксонского нашествия, этой предательской преступной политики, продолжателей традиций гитлеризма и гестапо. Мы все сделаем для того, чтобы молодежь впитала славные традиции комсомола и пионерии и воссоздали эти организации, а они сегодня успешно реализуют. Мы недавно обобщали свой опыт, в том числе и наших народных предприятий. Они стали лучшими в этом году и совхоза Ленина, и Казанкова, уникальные предприятия, и Сумарокова. Их опыт будет сегодня показан в фильмотеке, которую мы развернем, и в больших экспозициях, которые вы можете продемонстрировать, в том числе и на своих телерадиоканалах. Я обратился официально и к президенту, и к правительству и сказал, вы можете по-разному относиться к разным этапам советской истории, но вы все оттуда, вы все родом из СССР, А свою родину надо чтить и уважать, так же, как чтить свою мать. Другой родины у нас нет. И чтобы снова побеждать, надо помнить, для победы нужен сильный фундамент. Вы победили в мае 45-го, потому что накануне 41-го за 10 лет создали 9 тысяч лучших заводов, создали лучшую науку, лучшую систему образования, лучшую в мире систему социальной защиты кадров и трудящихся. И не случайно те, кто поднимался в атаку, говорили за советскую родину, за Сталина. Это было искренне. И все мои родственники, все мои предки сражались за великую советскую родину. Мы будем продолжать эти славные традиции, приглашаем вас принять участие в этом великолепном празднике. И вы порадуетесь, вам будет что рассказать своим детям. И у вас будет тот пример, который нам может обеспечить и новые победы. Сегодня они для нас крайне важны. С праздником! Столетие СССР!